в этом видео как устроена настройка мобильной версии grid box store и вообще grid box что нужно здесь понимать как настраивать чтобы ваш сайт ваш интернет-магазин выглядел красиво на любых мобильных девайсах урок 19 меня зовут федор васильев и давайте разберем этот момент в этом видео первое что вы должны понимать когда вы собираете лендинг на grid box или grid box store магазин если вы собираете так сказать руками его да ну то есть шапку вы произвольно задавали создавали колонки и так далее то здесь все нужно прогонять так сказать через размеры разных устройств это легко делать в режиме редактирования любой страницы то есть находится это вот здесь и что нужно здесь понимать изначально давайте посмотрим как это выглядит вот настроена вот на этом мдм сайте да то есть например ноутбук имеет меньший размер то есть не обязательно заходить на ваш сайт каждый раз с вашего смартфона чтобы посмотреть как выглядит сайт здесь более-менее показано правильно то есть вот сейчас я смотрю планшет и действительно примерно также будет выглядеть на планшете и самая маленькая ширина экрана именно обратите внимание вот на шапку и сразу если мы посмотрим на другом демо сайте где у меня ничего не настроено посмотреть посмотрите как здесь все некрасиво смотрится то здесь нужно обязательно все настраивать и чтобы вы понимали смотрите шапка сайта да это верхняя часть где у нас логотип меню телефон иконки и подвал сайта нижней часть это сквозные элементы об этом я уже говорил мобильная версия настраивается в одном месте для подвала для шапки в одном месте смысле любая эта страница может быть вы можете перейти приложение страницы даже если страница главное у вас по сути не настроена вы переходите в режиме редактирования настраиваете подвал и шапку и это настраивается вот в одном месте и будет для всех страниц абсолютно настроена даже если новые страницы вы потом добавите интернет-магазин или просто здесь будут дополнительные страницы шапкой подвал будут уже настроены вы настраиваете только в одном месте соответственно вы можете перейти в пиццу макет поста или макет категории перейти там настроить шапку и подвал в одном лишь месте и это будет для всех страниц что касается контентной части то есть все что ниже шапки идет список товаров или отдельный товар или это отдельная страница grid box здесь нужно настраивать индивидуально для каждой страницы опять же вы сделали например список товаров настроили здесь все все здесь настроен дальше вы переходите макет поста там отдельно мобильную версию настраивать и то есть вы проходите по каждому вот этим вот доступным здесь устройством то есть для ноутбука отдельно настроили возможно настроек там немного то есть вы перешли в ноутбук и просто отступы там например добавили и вам уже нравится как смотрится и пошли дальше настраивать то же самое для grid box страницы если у вас отдельная страница вот здесь есть контентную часть тоже для главной настраивается отдельно создали страницу как контакты там тоже надо будет в отдельности настраивать если вы хотите избежать дополнительные вот этой возни с мобильной версии хотите только наполнить вашим контентом и уже имеет сайт то есть не забегая вообще вот эти настройки мобильной версии чтобы она уже была мобильной версии в этом видео я покажу какие здесь есть моменты чтобы это этого избежать но если вы сами собираете это все и сами хотите возиться и вам нравится хотите настраивать вручную мобильную версию тогда это видео точно для вас и опять же если вы видели мой курс лазинг печь на лету 2.0 также это видео можете пропустить потому что тут по сути дублирую я информацию по поводу настройки мобильной версии с этим разобрались теперь как подходить к этому как настраивать правильно потому что здесь есть свое правило вот вы собрали например да вот компьютерную версию начинаете настраивать мобильную версию важно соблюдать порядок нужно настраивать сверху вниз мобильную версию то есть сначала вы настроили ноутбук все сделали нажали сохранить потом вы перешли планшет ландшафт и вниз вот так настраивать и чтобы не было так вы еще мобильную версию не настроили перешли телефон портрет все здесь настроили и пошли вот так вверх настраивать потом телефон ландшафт потом планшет портрет и так далее вы будете делать двойную работу как здесь устроено смотрите здесь как бы настройки наследуются скажем планшет ландшафт вы настроили как вам нравится отступы задали все сделали и как бы многие настройки вот с планшет ландшафт наследуются для планшет портрет для более меньшего экрана разворота экран и получается что возможно в планшет портрет придется что-то настраивать но уже меньше потому что настройки наследуются с планшета ландшафт и то же самое дальше телефон ландшафт например в background отключили и уже для телефона портрет background уже не будет присутствовать только если вы его в отдельности не включите а также вы должны понимать что многие элементы мобильной версии где-то в телефоне если вам это конкретно нужно можно скрыть скажем на компьютерной версии чтобы это показано было нам планшеты мобильной версии можно скрыть элементы например background заливка фона картинкой так как экран маленький картинка там не нужна лишняя нагрузка лучше это дело отключать и наверное самое сложное настроить элементы шапки чем вот контентная часть по идее вот нашего магазина так как просто уменьшаем количество колонок в зависимости от размера экрана убавляем или убираем отступы по краям и по сути здесь все красиво вот шапкой придется повозиться и давайте я бегло пробегусь покажу потому что здесь уже просто надо набить руку знать главный принцип как здесь все работает допустим мы собрали с вами компьютерную версию полностью то есть шапка готова теперь приступаем к мобильной версии как я и говорил переходе ноутбук просто смотрим чтобы меню вмещалась чтобы на вторую строчку не переходил меню если меню большой да но для компьютера для ноутбука скорее всего будет все нормально смотреться у вас допустим здесь все хорошо переходим планшет ландшафт и уже я обращаю внимание видите зазоры появляются белый мы видим что это отступы у основной секции я захожу в карандаш макет видим справа слева отступа по крестику отступа убираем но тогда логотип наш слишком прижимается краю так нельзя оставлять и мы можем зайти в логотип тут несколько путей на самом деле что можно сделать во первых у каждого блока вы увидите такие чекбоксы видите не показывает на планшет телефон то есть если хотите скрыть где-то какой-то элемент вы можете с легкость это сделать перехожу макет во первых здесь можно вот по центру так сделать или задать отступы в внутри секции допустим планшет ландшафт нас устраивает сохраняемся переходим планшет портрет и вот здесь уже нужно работать мобильное меню то есть уже у нас доступно мобильное меню настраивается это все здесь цвета и так далее то есть если вы хотите здесь на планшете ландшафте уже сделать мобильный меню дело все в чем у меня всего два пункта меню у вас будет гораздо больше. И если меню будет залазить на вторую строчку, то нам нужно, чтобы вот это мобильное меню, называется гамбургер, уже появлялось на планшете-ландшафте. То есть было именно вот таким вот гамбургером, как здесь. Что для этого нужно сделать? Как, например, вот здесь видите планшет ландшафта, у меня уже иконка гамбургера, то есть мобильное меню. Вы переходите сайт, переходите макет, контрольные точки. Во-первых, вы здесь можете сами менять все контрольные точки. Эти контрольные точки. Когда размер экрана достигнут, например, вот этого значения, версия сайта расположения блоков показывается та, которую вы настроили для этого расположения. То есть вы можете менять, прибавлять, ну не советую это делать. В каких-то случаях, возможно, у вас какое-то другое разрешение экрана, мобильное, например, и вам конкретно нужно для конкретного размера настроить. Тогда нужно здесь менять, просто забивать другое число, например, телефон-портрет, сохраняться и конкретно для этой точки настраивать дизайн. Мы сейчас смотрим в самый низ, мобильное меню. 1024. Получается, что вот видите планшет-портрет. Вот для планшета ландшафта я уже хочу, чтобы было мобильное меню. Я уже вижу эту точку 1280. Я просто здесь забиваю эту точку и все, закрываю. И теперь для планшета ландшафта вы увидите гамбургер, место меню. Это если меню у вас длинное и на вторую строчку переносится. Соответственно, дизайн, белый цвет, все зададите уже без меня. Единственное, что я бы, например, зашел в настройки, отображение сделал бы вот здесь. Вот, все, сделали это дальше. Иконки наши скоро потребуют перемещения, то есть места им все меньше и меньше. Переходим с вами планшет-портрет. И давайте посмотрим, как выглядит это у меня. То есть, смотрите, еще какой есть нюанс. Если же здесь вы можете наводить мышь и видеть такие точки, это мы можем потянуть, зажав левую кнопку мыши, и двигать, по сути, колонку вот так, как нам нравится. И вы увидите, что на других устройствах этих точек нет. Не знаю, почему это сделано, но колонки вы можете двигать так же, но немножко по-другому. Не так легко, как вот мышкой. Сейчас я вам покажу. То есть, смотрите, здесь планшет-ландшафт. Я просто сейчас дублирую. То есть, вот на планшете-портрете выглядит так. Вы заходите в каждую колонку, макет, и смотрите расположение колонки. Видите, два. То есть, если вы вот за этот ползунок потянете, что происходит? Вы увеличиваете колонку, место для контента в ней. И таким ползунком вы двигаете так колонки, где контент нужно в одну строчку. Если много контента не умещается, например, вот эти иконки я сдвинул в другую строчку. Вот сейчас обновимся, посмотрим планшет-портрет, как у меня выглядит. Перейду планшет-портрет. То есть, вот так это выглядит. Я просто здесь посмотрю. У меня для логотипа отведено размер колонки 2. Скажем, вот для этой колонки, я посмотрю, у меня отведено 5. То есть, вы просто настраиваете эти колонки. Скажем, вот для меню слишком много задано места. Для логотипа 2. Ширина колонки 2 нормальна. Здесь можно уменьшить. Например, сделаю 3. Вы видите, как блоки перестраиваются. Скажем, для телефона я сделаю, например, 3 колонки. А здесь прибавлю вот так. Вот вы видите, как все выстраивается красивенько. И так нужно заморочиться для всех следующих. И, соответственно, с каждым размером экрана. Чем экран меньше, тем сложнее, по сути, настройка. Не думаю, что дальше смысла есть объяснять. Принцип я объяснил. А с контентной частью, когда вы дойдете, здесь уже проще. Вот, скажем, тут 4 колонки для планшета-портрет. Вы заходите, просто меняете, например, в 3 или в 2 колонки. Но, конечно же, здесь размер изображения можно подубавить. То есть, вы заходите, изображение делаете, например, чуть больше. Вот вы видите, они стали по центру. И это настроите именно для планшет-портрет. Дальше переходите в другое разрешение. Многие настройки дублируются, да, как я объяснял ранее. Если здесь хотите в одну колонку отображать, делайте в одну колонку. И получается, смотрите, здесь в одну колонку. Здесь контент перестроился в две колонки. Здесь в одну колонку. То есть, вот так это все настраивается. Меню, конечно, все надо настроить. Я просто дальше не показываю, как это делается. Ну и подвал настроить также сможете. Скажем, вот еще давайте бэкграунд. Видите, сзади у меня картинка. Скажем, вообще для телефона это не нужно. Захожу в фон и просто где изображение ставить и нет. Это планшет-ландшафт, планшет-портрет. Смотрите, изображение. Видите, наследуются настройки. Все. Заливка белого цвета. Изображение я просто удалил вот с этих устройств. А здесь, видите, изображение есть. То есть, вот так вот это настраивается. Надеюсь, вам здесь все было понятно. Вы сможете дальше уже сами разобраться и настроить мобильную версию так, как вам хочется. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне. Узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво. Можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация. Курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретение данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Субтитры сделал DimaTorzok Курс по формам. Р הזה прибав